Базально-клеточный рак И заболеваемость мы понимаем, что все-таки здесь есть прирост, и об этом уже очень много говорилось при предыдущем докладе. Вопросы как раз-таки обоснованы были заданы. Конечно же, здесь есть различные факторы, которые способствуют возникновению вот этого заболевания. Ну, соответственно, одним из факторов является еще и провоцирующий фактор ультрафиолитовое облучение, которое мы не должны забывать. Несмотря на то, что пациентам сейчас очень много объясняется, и тем людям, которые не являются пациентами, проводится пропаганда вот именно таких вот и рекламные акции, и, в общем-то, пациенты сами участвуют в каких-то мероприятиях, где хотят узнать побольше. И в интернете есть такая информация. Но, тем не менее, пациенты, которые появляются уже у нас с пациентами, рассказывают о том, что они загорали интенсивно этим летом при наличии таких вот образований на коже. Соответственно, мы, опять же, ориентируемся на клинические рекомендации Минздрава Российской Федерации. Лечение стратифицируется как низкий риск и высокий риск. В зависимости от того, к какой группе риска относится данное заболевание, соответственно, выбирается метод лечения. Ну и понятно, что в соответствии с гистологическим типом, также при плоскоклеточном раке, здесь речь идет о базальной клеточном раке, так же, как и при лечении клиническими рекомендациями Минздрава Российской Федерации, мы видим, что НССН говорит, в принципе, то же самое. Также стратифицируются пациенты, у которых имеется опухоль на группу низкого риска и группу высокого риска. И, соответственно, в зависимости от размеров, расположения, локализации пола, возможности или в анамнезе имеется рецидив, в зависимости от этого градируются пациенты на вот эти вот группы риска возникновения рецидива. Ну и, соответственно, о чем можно говорить бесконечно, о лекарственной терапии. Действительно, хотелось бы, чтобы не оперировать этих пациентов, чтобы, приняв препарат, у пациентов все это уходило. Но, к сожалению, такого мы не всегда видим, но, тем не менее, все-таки какой-то арсенал препаратов у нас есть. И клинические рекомендации, если рассмотреть НССН, то мы видим, что одним из основных, в общем-то, является это висмодеги при лечении пациентов с базальным клеточным раком кожи. Ну и, соответственно, есть и другие препараты, которые также при исследовании, изучении тех научных направлений, которые были проведены, клинические исследования, мы видим, что все-таки эффективность их доказана. И поэтому, соответственно, они внесены клинические рекомендации НССН. Ну и предыдущий докладчик также говорил о препаратах Семиплемаб, которые, как опция, также могут дополняться к тем препаратам сунедегибу и висмодегибу, которые, соответственно, чаще могут применяться. Ну и о лечении лекарственной терапии до хирургического лечения, конечно же, если это резиктабельно-локальные методы, приоритетным и единственным правильным решением, конечно, является хирургический метод лечения как основной. Соответственно, когда мы обращаемся к клиническим исследованиям, которые проводились, здесь много можно говорить, но в целом, опять же, опираясь на клинические рекомендации НССН, мы видим, что несколько исследований было проведено в различные периоды. Было введено несколько пациентов, ну и, соответственно, сравнивались несколько методов. Туда вошли и криохирургическое вмешательство, и фото-динамическая терапия. Они сравнивались между собой мазевое лечение Мехемод. И было исследование, которое тоже, на мой взгляд, оно в 2018 году было опубликовано, и были представлены первые результаты. Это когда, значит, это результаты по лечению и сравнению пациентов. Это группа пациентов около 200 человек, каждая группа, которые сравнили фото-динамическую терапию, препараты лечения мазями, и, соответственно, между собой это и Мехемод, и опять в Турорацеловой мази. И, конечно, здесь были получены результаты, которые позволили, опять же, внести в клинические рекомендации какие-то изменения, дополнения. То есть мы живем вот таким вот исследованием, когда, получая результат, мы можем рекомендовать. Ну и, соответственно, на сегодняшний день ситуация, когда очень сложно с препаратами, и, естественно, при лечении базально-клеточной, если говорить о нем, небольшой арсенал препаратов, мы, конечно, надеемся на то, что это позволит дальше, эти клинические исследования позволят дальше прийти к каким-то новым препаратам, которые будут доказывать свою эффективность. Ну и основным методом, о которых мы сегодня говорим, это хирургический метод лечения, но, помимо прочего, у нас есть близкофокусная рентгенотерапия, конечно, это метод, который прекрасно был озвучен радиологами, предыдущими докладчиками, и те методы лечения, которые заключаются в использовании лазера. На сегодняшний день существует СО2-лазер, который прекрасно также можно использовать, но, опять же, должны быть свои показания к применению. Криохирургический метод лечения, местное лечение мазями и лекарственной терапией. Собственно, мы об этом всем понемногу поговорим. Ну и хирургический метод лечения, здесь определенные сложности имеют доступности. Это труднодоступная локализация, если, например, расположение, опять же, угол глаза, либо это в зонах хряща, когда не хочется менять каркас органа, то это является, конечно, сложностью выполнения хирургического вмешательства. Естественно, появившийся пациент вызывает массу вопросов, соответственно, мы говорим и общаемся с пациентом, понимаем, какое у него видение, а чаще всего эти пациенты приходят уже полностью информированные, где-то в интернете прочитали или были у другого специалисты, они уже приходят и говорят, я хочу вот такой-то метод. Ну, мы, конечно же, пациентам обсуждаем. И когда пациент приходит и хочет сделать фотодинамическую терапию в таком вот виде, то, конечно же, мы понимаем, что здесь риск рецидива крайне высок. Соответственно, здесь выполняется хирургическое лечение, но наиболее эффективным является, выполняется иссечение, удаление. Сложность заключается в том, что пациент косметически должен быть реабилитирован. Ну, нельзя сказать, что мы можем восполнить полностью дефект так, как было раньше. Естественно, это не так, но приблизительно приближенно к тому, что было, или, во всяком случае, не пострадает орган, мы должны и обязаны это сделать. То есть вот если смотреть на слайд, который сверху справа, там указывается как раз-таки средистая оболочка полости носа, верхняя стенка, она была удалена. И, соответственно, для того, чтобы пациент нормально жил, питался и спокойно ел при людях, как они говорят, не могут есть, когда там с носом проблемы, когда с ртом проблемы. То есть для того, чтобы он спокойно абсолютно дышал через нос, то ему, конечно же, нужно восстановить слизистую. Слизистую мы восстанавливаем несколькими путями, но, соответственно, здесь был выбор восстановления участком кожи. И пациентка была абсолютно довольна результатом лечения. В этой ситуации, когда речь идет о пациенте, у которого имеется опухоль, располагающаяся в зоне ушной раковины, дальше пациент не наблюдается, он не обращается к хирургам, к врачам, к онкологам, он не лечится и, соответственно, приходит уже вот в таком вот состоянии. Пациенту единственный способ, естественно, мы делаем МРТ-КТ, проверяем локализацию точную, определяем степень распространения опухолевого процесса и выполняется огромный объем операции. Это удаление ушной раковины, это резекция с видного троска, удаление элементов внутреннего уха. То есть здесь как бы такой достаточно большой, огромный дефект. Ну и, соответственно, необходимо это отверстие укрыть, то есть идет перемещение кожных лоскутов, то есть это достаточно реконструктивно большая операция. Что мы можем предложить еще пациенту? Лучевую терапию – это те большая группа пациентов, которая не подходит для хирургического лечения. Это та группа пациентов, у которой являются возрастные и они не согласны для хирургического лечения. Те пациенты, у которых имеется множественное поражение на поверхности лица, тела, туловища и большое количество очагов, конечно же, эти пациенты тоже могут быть, но, опять же, те пациенты, у которых огромное количество, всем пациентам сделать лучевой терапией тоже невозможно. Поэтому, соответственно, выбирается метод лечения, который будет наиболее оптимальным для данного пациента. Фотодинамическая терапия в большей степени, конечно же, проводим пациентов с самым поверхностным расположением, потому что риск рецидива, вот по опыту, у нас как бы выше, если имеется экзофитная форма и имеется распространение. Поэтому, соответственно, есть тоже какие-то определенные последствия и ограничения. Это может быть некроз формироваться, может, то есть в зависимости от того, как это выполнено, и необходимо обязательно учитывать инвазию этой опухоли. Ну и если говорить о мазевом лечении, это группа пациентов, которым тоже невозможно выполнить хирургическое лечение. Вот, к сожалению, эта пациентка, ее один раз нам привезли, показали. Мы предлагали ей метод криохирургического воздействия, пациентка не захотела, отказалась приехать обратно к нам, еще раз повторно на этот метод. Мы рекомендовали использование мази, в данном случае была использована мазь глицефон, и, в общем-то, здесь получили полный эффект. Сложность лечения данной локализации и данным препаратом в том, что он вызывает ожог вокруг опухоли, то есть здоровая ткань, она страдает. Поэтому, соответственно, здесь нужно обязательно объяснять пациенту, что нужно покрывать вокруг цинковой пастой для того, чтобы не распространялась мазь за пределы опухоли на здоровые участки. Соответственно, здесь должен быть обязательно контроль. И это является очень важным процессом. Это группа палеотивных пациентов. Ну и нельзя не сказать о таргетной терапии, о том препарате, который действительно мы видели эффект, мы проводили этим пациентам, лечение препаратом Висмадегип. Есть действительно очень хороший опыт лечения этих пациентов, те пациенты, у которых вот в основе лежит, когда у пациентов имеется большое количество образований на теле, на туловище, когда невозможно выполнить хирургическое вмешательство или не хотят калечить вид хирургического вмешательства, тогда, конечно, этот препарат может быть использован. Ну и, собственно, это наши пациенты, которые участвовали в протоколе, который был в нашем институте. Это пациенты, у которых имелись опухоли в зоне, множественные опухоли, но в том числе это таргетные очаги, которые были зафиксированы. И, соответственно, в процессе лечения, как видите, уже два года после лечения нет рецидива. И нижний слайд, пациент был полностью покрыт вот такими вот огромными очагами. Они, это вот очаги, которые располагались не только на затылочной части, властей, части головы, но и по телу. Это в большей степени верхняя половина туловища, ноги, руки и лицо. То есть, соответственно, при лечении препаратом висмодегип мы получили вот такой вот достаточно очень такой хороший эффект. Но понятно, что на фоне этого лечения есть своего рода такие осложнения, при которых некоторые пациенты отказывались от лечения. Эта пациентка тоже у нас возрастная, с большой сопутствующей патологией. Естественно, здесь лечение могло заключаться в большом калечащем объеме. И, соответственно, мы назначили препарат висмодегип, назначили препарат. И она вот с таким вот эффектом очень довольна была результатом. Она прислала буквально недавно, она прислала нам в ответ письмо, фотографию ее дочь, что вот такой вот эффект у пациентки уже через месяц есть. Мы не можем, конечно, отказаться от криодеструкции. Это как единственная, мне кажется, опция для пациентов, у которых есть множественное поражение уловища, тела, лица, которые нуждаются в лечении. Препарат висмодегип, как знаете, доступность его, конечно, очень сложная на сегодняшний день. И поэтому здесь мы можем не только потому, что нет препарата, а именно потому, что эффективность криодеструкции на самом деле очень высокая. Но я не могу об этом не рассказать. Это есть различные виды способа выполнения криодеструкции. Это струйно-аппликационная и пункционная. То есть у нас на сегодняшний день есть все методы возможностей. И мы сравнили два клинических случая лечения этих пациентов. Оба пациента, имеющиеся базально-клиническим раком кожи, ушной раковины. В одном случае мы выбрали хирургическое лечение. Они выбрали, в общем-то, не мы, а сама пациентка. Было выполнено хирургическое лечение, удалена ушная раковина. Полностью сформирован слуховой ход. Но пациентка лишилась ушной раковины. Сделана операция. И, соответственно, второй пациенткой была та пациентка, у которой имелось поражение также ушной раковины. И расположение тоже достаточно серьезное. Реконструктивный этап был бы также у нее калечище. И поэтому здесь был выбран метод криохирургического вмешательства. Пациентка не хотела удалять ушную раковину. Сделана была криодеструкция. Мы использовали криохирургическую систему МКС. И использовали, естественно, по данным УЗИ, мы видели появление вот этого ледяного шара, использовали навигацию. Ну и, соответственно, получили вот такой вот результат. Если сравнивать двух пациентов, у одной осталась ушная раковина. И, в общем-то, хороший результат. Два года после криодеструкции никакого рецидива мы не наблюдали. И пациентка вот через месяц после операции. Да, понятно, что мы имплантируем ей, установим имплантаты. И дальше будет ушная раковина, использование специального материала. Но здесь, в этой ситуации, конечно же, выбор, это в большей степени, наверное, зависит тоже от пациента в том числе. Есть отдаленные результаты по этапной криодеструкции. Могу представить только вот, к сожалению, не все могу представить. Поэтому хотелось бы показать, как белое пятно, которое на лице, на лобу у пациентки, это те этапности, это огромная опухоль. Это все была одна сплошная базилиома. И вот поэтапно мы делали ей криодеструкцию. Это последние элементы, которые представлены. И, как видите, результат сравнения, то, что было. И это промежуток уже год. То есть фактически год. У нее были проблемы с семьей, и поэтому она приходила, когда могла. Соответственно, мы выполняли криодеструкцию поэтапно, частями, потому что вот в этой зоне, например, если сделать криодеструкцию, лицо, может, глаз опускается, и какой-то там 3-4 дня пациент немного прикрыт глаз. Мы стараемся, чтобы отека не было. Ей нужно возить кого-то было на машине, поэтому мы не могли делать сразу ей вот такое вот вмешательство. То есть этап поэтапная криодеструкция здесь тоже применим. Ну и хотелось бы также показать пациента. Он достаточно интересный пациент, у которого помимо базально-клеточного рака кожи на лице, у него еще имелась гемангиома. И как видите, у него гемангиома – это артериальные ветки, артерии temporalis, superficialis, и у него вот дефект вот этот вот лица, сам лица, он был обусловлен именно сначала, поначалу именно вот этой гемангиомой, которая была наполовину, левую половину лица. Конечно, пациента, он привык уже к этому своему такому состоянию, но в какой-то период у него появилось сначала мокнутие, и потом вот на фоне гемангиомы появилась такая вот базалиома. Да, она верифицирована была, и губа тоже у него, именно гемангиома у него в области губы, но сама базалиома спустилась и в зону губы в том числе. Ну, соответственно, он, конечно же, здесь, если делать операцию, было достаточно сложно принять решение, тоже возрастной. Мы ему рекомендовали глицефон, он не хотел, на самом деле, оперироваться, но и мы тоже особенно не хотели это делать, поскольку там объем большой, и губа, и сопутствующая патология, мы боялись брать этого пациента на операцию. Но если бы он выбрал метод лечения, соответственно, конечно, мы бы сделали хирургическое вмешательство, но он особенно не был настроен. Мы ему назначили глицефон, он стал его применять, и обращался постоянно, очень такой комплиентный пациент, он постоянно обращался к нам, приходил, если какие-то вопросы, показывал, что у него происходит, и была выраженная боль в зоне к укладке мази, поэтому мы с ним проговорили и, используя еще такой лайфхак, брали такие примочки, делали сначала анавокаином, потом мы ему предложили сделать лидокаином спреем, то есть сначала обезболивал, потом глицефон, вокруг мазал цинковую пасту, знаете, это целый процесс у нас был, это все, и мы с ним занимались, такой очень интересный, очень приятный человек, который тщательно этим занимался, это зависит, конечно же, от пациента. У него получен был вот такой вот эффект, слева 1 февраль 2022 года был получен эффект, остался небольшой участок, который для нас казался сомнительным, что там все-таки есть, мы поскоблили, были подозрения на клетки базилиомы, не стали мы рисковать и сделали криодеструкцию опухоли, сделали криодеструкцию в зоне этого, и, как видите, участки зажили, но проблема была в том, что там нарушение все равно трофики, там истонченная кожа за счет гемангиомы, поэтому, конечно, было сложно. И вот эти участки мы проморозили, дальше пациент уже с февраля по апрель вот такой вот, мы в апреле это все делали, получили эффект, и, как видите, формирование крионекроза, двое суток после криодеструкции и 10 дней после криодеструкции. Уже глаз приоткрылся, уже стало получше, ну, то, о чем я говорила, что глаз закрывается, это снизу когда, а если сверху опускается лоб, то есть вот именно вот это вот есть моменты, которые мы обсуждаем с пациентом. Ну, и дальше уже блефоропластика была выполнена, и пациента вот такой вот результат лечения. То есть все зависит от нас самих, в том числе от самого пациента. Захочет пациент лечиться, то, конечно, он получит. Но я хотела бы представить все-таки наши клинические данные. У нас был, вот в предыдущей секции был как раз вопрос по криодеструкции, и хотел бы сказать, что вот основателем этой криодеструкции у нас явился Георгий Георгиевич Прохоров, за что ему огромное спасибо. Он внес эту такую вот процедуру и прибор, который МКС Георгий Георгиевича с его коллегами, созданными физиками. Соответственно, мы за этот период с 2013 года пролечили больше трех тысяч пациентов. Это огромный, конечно, вот такой вот путь у нас был. Сначала мы не понимали, потом мы все-таки к этому пришли. В конечном итоге, вот результат, в рецидив у нас был полтора случая. И мы понимаем, что это те моменты, когда было трудно получить результат. Спасибо большое. Спасибо. 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 Спасибо.